Дополнительную спецтехнику получат спасатели Приморья. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяка во время визита в регион главы МЧС России Александра Куренкова. В боевом дежурстве находятся две легкие автоцистерны на базе КАМАЗ, ПСА и АПС. Далее находится автомобиль, компрессорная передвижная станция, далее лестница, далее насосная станция. Руководитель ведомства и губернатор побывали в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, в специализированно-пожарной спасательной части, поисково-спасательном отряде, который дислоцируется на острове Русском. Именно специализированная пожарно-спасательная часть оснащена не только пожарными машинами, но и инженерной и плавательной техникой. В зону ответственности спецчасти входят разные регионы Дальнего Востока. Для нашего Приморского края, который входит в пять регионов, где наиболее, скажем, часто проявляются те или иные природные катаклизмы в силу близости нашего. В Японском море, в Тихом океане, где зарождаются тайфуны, циклоны, где Сихотолийский хребет прорезает край с севера на юг, и, соответственно, множество речек является сдерживающим фактором для циклонов, и они обрушиваются на вершины сопок, в результате чего у нас возникают частные наводнения. Поэтому здесь без такого взаимодействия невозможно. Поэтому кое-какие задачи мы сейчас при посещении посмотрели, где нам необходимо усилить работу. Мы совместно работаем по приобретению техники. Вот сейчас опять приобрели уже четыре новых пожарных машины на базе МАЗа. Они сделаны уже из стеклового каната, то есть ни сам каркас, ни сама СССР не поддается никакому гниению, ни ржавчине. В ходе совещания главы обсудили основные вопросы профилактики природных пожаров и паводковой обстановки. Ситуация с природными рисками в Приморском крае находится под контролем оперативных ведомств. Олег Кожемяк отметил тесное и эффективное взаимодействие краевых и федеральных спасательных подразделений. Кто ближе, кто более способен, те принимают участие. И пожарные части регионального значения, и спасатели МЧС. Мы видим, что на всех чрезвычайных ситуациях они приходят. Там первую очередь приезда министра МЧС Куренкова Александра Вячеславовича. Это возможности, в том числе и дополнительного финансирования нашей, то есть и главного управления МЧС по Приморскому краю. Приобретение необходимого оборудования, техники, какие-то настройки зданий. То есть это та работа, которая будет усиливать группировку. Отметим, всего с 2019 года приобретено 46 специальных автомобилей. Это позволило обновить парк спецтехники не только в крупных городах, но и передать пожарные автомашины в небольшие населенные пункты. Также строятся пожарные депо. В прошлом году сдано два, в текущем запланировано восемь. В 2024 году еще шесть. Сергей Чал и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.